Подсудимая Мухаевна, представляйте последнее слово, пожалуйста. Я никаких преступлений, не совершит Аллах. Насколько я добродушный человек, меня любезно. Аллах видит, насколько моя совесть чистая, что ничего не совершала. Я благодарна всем, кто меня поддерживал, все, кто мне писали письма, которым желали добра и всего хорошего. Береса и Мусаева, ну, сагал как-то чудо. Я все. Все у вас? Да. Суд удаляется. Сердце щемит, конечно. Зарема Мусаева выступила с последним словом, 4 июля суд объявит приговор. Я никаких преступлений не совершала. Насколько я добродушный человек, люди знают. Аллах видит, что моя совесть чиста. Я благодарна всем, кто меня поддерживал, писал письма, кто мне желал добра и всего хорошего. Во время перерыва сказала, что самое главное для нее сейчас — сохранить здоровье, состояние которого усугубляется, несмотря на лечение в СИЗО. Обвинение по статье о применении насилия целиком построено на показаниях свидетелей, которые либо не были очевидцами насилия, знали о произошедшем из рассказов, либо меняли свои показания в ходе следствия. Экспертиза также не доказывает причастность Мусаевой к преступлению. Она несколько раз теряла сознание в отделе полиции из-за проблем со здоровьем. Видеозаписи с камер наблюдения в отделе полиции не были предоставлены, следствие утверждает, что трансляция не сохраняется на жесткий диск, однако изучение газзакупок показывает, что камеры хранят видео в течение минимум 14 дней. Обвинение по статье о мошенничестве также кажется защитником абсурдным по версии следствия. В 2017 году Мусаева познакомилась в торгом центре со своей подельницей Азимовой. Сразу же рассказала ей о схеме быстрого заработка и предложила воспользоваться ею под своим контролем. При этом в показаниях Азимовой, на которых строится дело, были обнаружены существенные противоречия, она давала их под давлением, после заключения досудебного соглашения ей поменяли меру пресечения на домашний арест и отпустили к детям. Часть доказательств приобщена к делу с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса.